вон там друзья вы видите улицу улицу шумную большую тут вы видите поле вообще ничем не застроенная не засаженная и вот в чистом поле тут я немножко против солнышка снимаю вот в поле такая застройка вы видите там уходит в ту сторону и вот здесь такое мероприятие день открытых дверей мы идем смотреть ну что ж вот домик который мы будем смотреть там интересно стоит кофемашина и сидит кофе наливает для гостей не боится и там по дому расплещут ну кофе пить не будем тем более у меня камера в руках идем дальше тоже вот это входная дверь тут пол симпатичный я разулся потому что сегодня день дождливый так вот заходишь и очень мило стоит домик два миллиона двести тысяч так приближается к этой сумме тут свет горит но как-то не очень не очень светло скажите да это стейджинг такой красиво нам сказали что это построено было три года назад и построили 51 дом закусочка 51 дом и тут две полосы таких идут из этих домов из каждой на каждой полоса там с двух сторон это тоже часть этого всего здесь когда-то было кукурузное поле говорят так у них даже дворик есть значит участок 6 соток небольшой ничего вот такой участочек вот видеть тут в таком колодце находимся камин я не хочу туда идти все босиком а там света интеллигентный разговор с риэлтором здесь просторно в доме примерно 300 квадратных метров так туалетик отдельно и ванны а нет это ты не ванна это стиральная сушильная машина здесь стоят тут чего у нас ой ага это там сверху лестница идет наверх а здесь такая типа кладовочки понял то есть а тут дверь наверно в гараж или что-то да дверь в гараж гараж хороший на две машины данный риэлтор свою тачку здесь поставил хороший такой шаршавчик на бетоне покрытие нормально так идем дальше идем дальше идем дальше вы чё наверх пошли этот не понял где у них здесь могут быть ванны и туалет есть там для гостей а все остальное наверху хорошая такая лесенка дерево металл симпатично все такие деревяшечки давайте развернусь покажу лестницу со стороны вот это место картинки висят хорошо вот мы поднялись наверх налево у нас тут коридорчик здесь внизу этот двор который мы видели ну пошли направо что у нас будет справа справа у нас явно это мастер бедрум большой хороший хотя может быть я ошибся насчет мастера я не вижу здесь туалет а нет таки таки да мастер значит дверь у нас справа вот она мы пришли со стороны этой двери а здесь у нас без дополнительных дверей значит бедрум раз карпит миленько здесь плиточка на полу а здесь вот ванна джакузька душ так тут зеркало видимо шкаф там сзади пока давайте посмотрим здесь что так слушать я не понял здесь люди что живут свет а тут люди живут тут шмотки я уже не новый давай ему три года я думал что они вы никогда не продали этот юнит тут люди живут тут шкафчик бог инк лозит ссори ссори это мастер стоит я я бы чего-то был уверен что все такое новенькое и нежилое оказывается люди живут вот ведь надо же интересно было бы узнать за сколько эти люди купили домик три года назад я думаю что так они его поставили если не в два раза дороже то в полтора за это время как раз раза в полтора все и выросло так ну понятно умывальник ванная с туалетом хорошо мило так идем дальше кабинет такой офис тут у них монитор вообще не ничего особо нет в доме так довольно свободно сколько не замусорено не запомнили но вот еще спаленка вот еще спаленка хорошая простор над нашли здесь довольно просторно все тут не тесно и потолок повыше да чем 9 футов потолок приближается к трем метрам до 280 еще одна спальня опять она не гигантская но она неплохая она неплохая чуть скажешь типичная планировка дома когда все спальни наверху а внизу вот такой огромный кухню все такой партийный дом такой для гулянок хорошо хорошо детей закинуть наверх когда молодые родители это не дом летает нет а зачем галитаре люди на ритм так поскромнее чего не берут обычно нам дали нам дали красивую книжку они не поскупились осталось еще три года назад эти книжки от застройщика от застройщика ну посмотрим не бери с собой конечно вот мы вышли на улицу тут мило до люди живут получают от жизни удовольствие вы видите там дальше что эти красивые тоже домики стоят тут целая комьюнити немножко даже подсохла после дождя хотя тут босиком выполз вот эта штука там газовая горелка стоит так я понимаю близко не подхожу так немножко издалека да есть с раунд сам в доме это как бы такая вещь которая не в каждом городе конечно а тут то есть вот этот built-in кухня уличная тут есть уличный fireplace внутренний дворик то есть по нахождению своему это дом находится не очень хорошими как бы это считалось в общем-то довольно дешевое место за граница южная граница не было уже на построен за дом как бы по более высокому стандарту как лапшери дом вот носим теперь представь себе с него пропорти такси будет 2200 2200 месяц налог на собственность и вот мы видим на самом деле вот там движутся автомобили вот там вот там прямо ну тихо не тихо а вот там прямо находится вот шумная улица вот прям вот что тихо вот там машину хорошие школы как себе школа ну да это правда это от района издомно считался так себе в бросовом сейчас такие времена что уже и тут шикарно нет ну просто они построили по высшему разряду дом в общем-то в бросовом месте это такой риск мы прощаемся с этим домиком и на прощание скажу что вот нам сказал агент что три года назад его купили за миллион шестьсот пять тысяч миллион шестьсот пять и сейчас они хотят 2 200 что в общем то соответствует уровню росту цен за это время